Всем привет, друзья! Сегодня оформляем край изделия на спицах. Получается оно у нас такое ажурно-рельефно, но иногда край изделия требует такого исполнения. Раппорт в составе 3 петли и 6 рядов по высоте. Основной узор лицевая гладь. Переходим к мастер-классу. Все внимание на экран. Итак, друзья, мы начинаем. Количество петель кратное 3 и первый ряд раппорта. Кромочная петля лицевая. Провязываю за заднюю стенку, получившуюся петлю, возвращаю обратно и еще раз провязываю ее лицевой за заднюю стенку. Повторяю. Лицевая. Возвращаю. И еще раз провязываю лицевой за заднюю стенку. Итак, вяжу первый установочный ряд до конца. Теперь второй ряд раппорта. Здесь все петли провязываю изнаночными. Третий ряд раппорта. Будем провязывать по 3 петли вместе следующим образом. Кромочная. Накид. Далее меняю петли местами. Вторая выходит у нас на передний план. И провязываю сразу 3 петли вместе лицевой за задние стенки. Вот получается у нас такая комбинация. Делаю накид. Повторяю раппорт. Накид. Меняю местами первые 2 петли. Вторая выходит на первое место. И провязываю сразу 3 петли вместе лицевой за задние стенки. И делаю накид. В промежутках у нас получается вместе по 2 накида. Теперь четвертый ряд. Кромочная петля. Изнаночная. Изнаночная. И лицевая. Накид провязываю за переднюю стенку. Повторяю. Изнаночная. Накид провязываю изнаночный. Далее изнаночная. И накид провязываю лицевой за переднюю стенку. Изнаночная. Изнаночная. И лицевая петля. До конца четвертого ряда. В пятом ряду начнем формировать шишечку. Кромочная петля. Лицевая. Далее завожу спицу за следующую петлю. Вытягиваю нить. Делаю накид. Еще раз завожу. Вытягиваю нить. Делаю накид. И еще раз завожу. Вытягиваю нить. Провязываю эту петлю лицевой за заднюю стенку. И лицевая петля. Повторяю раппорт. Лицевая. За следующую петлю завожу спицу. Вытягиваю нить. Делаю накид. Завожу. Вытягиваю. Накид. Завожу. Вытягиваю. петлю провязываю лицевой за заднюю стенку и далее по рапорту 1 лицевая петля это пятый ряд шестой ряд заключительный для рапорта данной каймы и мы завершаем формирование шишечки кромочная петля изнаночная далее подхватываю связку из вновь образованных петель и провязываю ее полностью 1 изнаночной и завершаю рапорт 1 изнаночной петлей как начинала повторяю изнаночная далее подхватываю связку из вновь образованных петель формирую шишечку провязываю их изнаночная и завершаю рапорт 1 изнаночной петлей друзья далее у нас последует основной узор например лицевая гладь как в моем варианте поэтому мастер-классы я уже завершаю надеюсь все было понятно и доступно обязательно сохраняйте данный ролик своей копилке от вас конечно же лайки и позитивные комментарии я всем желаю отличного настроения скоро увидимся всем пока